Приветствую вас. Знаете, вот то, что мне показалось из вашего текста, то что очень сильное ощущение жертвенности я почувствовал от вашего текста, то есть прямо очень сильный, очень сильный эффект. Жертвенности, что все плохо, что вот ну как же, вот я не могу, вот тут вот так, вот тут вот так, тут вот так вышло, тут вот так получилось, вот что делать, как и что, не знаю, понимаете, вот. Вы не подумайте ничего плохого, я вас не обвиняю, просто хочу сказать, что если вы позиционируете себя как жертву, если вы, если у вас жертвенная позиция вот именно такая, что он, что плохо, да, что проблемы есть, что вот дочка порог сердца, вот и так далее, так далее, так далее, да. Вот, то, ну мне представляется история тут такой же, что вы же это и своей дочери как бы транслируете. Я могу учиться, смотря на вас тому, что можно быть жертвой и что в жизни очень многое не зависит попросту от себя. Я не думаю, что это хорошая позиция, я не думаю, что это та позиция, которая нужна вашему ребенку, тем более, если у нее порог сердца, как вы говорите. Поэтому первое, это, конечно же, очень желательный отказ от позиции жертвы, которая у вас сейчас видна невооруженным взглядом. Вот, это первое, что хочу, 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 хочу вам сказать, наверное, да. Вот, второе, собственно, да, тут, ну, вы и прочтите, про позицию жертвы в треугольнике Скарпмана. Там эта информация более подробно, вот, чтобы я сейчас, я отнимал ваше время обсуждением этого аспекта. Дальше. Вопрос ваш вы задаете вроде бы психологический. То есть, вроде бы, психологический у вас вопрос. То есть, ну, вы обратились в раздел психологии, вот, к психологам, вроде как. Но, если честно, я не увидел, опять же, именно психологической проблемы в вашем вопросе. То есть, нет, нет запроса, как такового, именно на решение психологической проблемы. Есть определенная жизненная ситуация, решение, в которой вы принять не можете и хотите, чтобы мы, психологи, приняли это решение за вас. То есть, по сути, вы хотите совет от нас. Но мы психологи, мы не можем давать советы. Это было бы нарушение профессиональной этики давать вам советы. Но, понимаете, какая штука. Поэтому, здесь, вот, цель вашего вопроса, именно цель вашего вопроса, для меня, ну, не совсем, я бы сказал, ясна. И не совсем понятно, что вы хотите, не совсем понятно, чего вы ждете. Собственно, от нас, да, от психологов. Какой помощи советам, ну, советов психолог дать вам не может. Вот, это такой момент, вы извините, что я об этом говорю, но это очень важно, я не могу этого, ну, не могу об этом не сказать, да. Вот, потому что, как бы, иначе, бред, то вы будете в заблуждении находиться. Вот, дальше, значит, смотрите, давайте обратим внимание на проблему. Мы живем в Азербайджане, пишите вы. Так уж вышло. Что это значит? А, это непонятно. То есть, ну, допустим, вы живете в Азербайджане. Ну, хорошо. Вы живете в Азербайджане. Ну, это ваш, к примеру, выбор. А, то есть, эээ, ваш выбор жить в Азербайджане. Почему вы написали, что так уж вышло? Хотел бы знать, хотел бы знать. Вы недовольны? Вам не нравится? Вы чувствуете себя несчастной? Или что? Почему так вышло-то? То есть, что вы вкладываете, вот какое, какое, понять, эээ, какое смысл, какое значение вы вкладываете в эту фразу, что так вышло, так вышло, что мы живем в Азербайджане. Кто мы? Тоже интересно. То есть, понимаете, когда говорят мы, игнорируют личность отдельного человека и на передний план выставляют семью. Ну, социальное образование. Что, как бы, тоже не позитивный аспект. У дочери диагноз порог сердца. Хотим уехать, где были бы хорошие врачи. Русский язык и православие. Эээ, мне кажется, что вам важнее врачи. Потому что русский язык это не так важно, православие тоже. Почему не так важно, подумайте сами. Если человек верит, так и важно, верят ли вокруг. Люди везде одинаковые. Не важно, на каком языке они говорят. А вот врачи то, что действительно важно. У нас есть вариант жить в Грузии. Так как мы там лечим дочь, это недалеко от Баку. Там покоронены мой отец и брат. Братите, а где причинно-следственная связь между тем, что вы недалеко от города, где похоронены ваш отец и брат? Похоронены и что? Вы имеете ввиду, что вы посещаете могилу их? Зачем? Ну, какое отношение это имеет к дочери? Вот. Или жить в России, там есть два-три родственника. Ну вот такая дилемма. Беличе надо травить климатом, там есть море. Врачи рекомендуют дочке сухой-сухой климат. Хороший кардиологический центр. Страна православная, но там грузинский язык. Ну, чем проблема выучить грузинский язык, как сказала моя коллега Светлана. Боюсь, в школу у дочери будут проблемы. Какого рода? Это раз. Два. У дочери в любом случае будут проблемы, потому что она живет в Азербайджане сейчас. То есть, не в языке, а проблема. Язык можно выучить, тем более ребенку. Ребенку это легче сделать. А если ехать в Россию, несмотря на то, что это моя родина, мне не полагается российский граждан. Я могла бы получить только в случае российского гражданства. Моя мама и климат в Кирове, куда мы думаем ехать, очень здорово. Летом дождись, зимой сильный холод. В то же время там русские школы, неплохие врачи. Неплохие врачи и срок им. Но вы же, вы же понимаете, что перевешивать. Вы же сами все видите, что перевешивать. Проблема с документами обещает быть проблемной, я просто не понимаю, как сделать лучше. Чтобы что, куда ехать, если все не сходится. Что именно не сходится. Что конкретно не сходится. А вы дочь спросили, что ей важно. Помимо врачей. Что она година, помимо врачей. То есть, как бы, как бы, вот, не в том направлении, вы смотрите. То есть, как бы, первое, что нужно, это расставить приоритеты. Да, вот, давайте приоритетом, что вообще вам важно. Что на первом месте, что на втором, что на третьем. Вот. К примеру, очевидно, что если у дочери порог сердца, то ей нужны хорошая кардиология и климат. Как сказали врачи. Если я правильно вас понял. То есть, это факты, которые вы излагаете. Факт, что нужен климат и хороший кардиологический центр. Есть кардиологический центр, в котором вы лечите свою дочь. В Тбилиции. Плюс климат хороший. Вы хотите дочь привезти в Киров, где климат ужасный. Где не плохие врачи, но не знакомые. Но где русские школы и православие. Так что для вас важнее. То, что врачи рекомендуют. Или языковая среда и конфессия. Ну, принадлежность к конфессии, конфессии. Вот. Что для вас важнее. Вот об этом вам нужно подумать. Вот то, что для вас важнее. То, что вам важно. Вот то и нужно выбирать. То, что для дочери важно. Потому что дочь тоже имеет, я считаю, право голос по поводу того, что касается ее. Это справедливо. Ну, на мой взгляд. Да. Вот так. Если ваша проблема, например, что вы не можете решить. Что вы не можете принять решение. Что вы не уверены в своем решении. Что вы чего-то боитесь. С этим можно поработать. Это уже, да, психологическая проблема. Но глобально. Вот глобально. Если не углубляться в какие-то детали. А если просто посмотреть на ваш текст, как поверхностно. То, что вы просто пытаетесь за определенную, да, не самую легкую жизненную ситуацию решить с помощью психолога. Ну, не может, не может, не может психолог решать за вас ваши жизненные проблемы. Но мы можем помочь вам научиться эти проблемы решать. Понимаете, мы можем поработать с вами, и вы научитесь решать свои проблемы. Вот. Для этого нужна беседа с вами. Ну, вот. Нам нужно для этого с вами побеседовать. Вот и все. Примерно вот в такой момент. Примерно. То есть я бы вот не хотел, да, чтобы вы привыкали к тому, что за вас ваши проблемы решают другие люди. Потому что это делает вас беспомощны и так далее. Вот. Примерно так я бы ответил вам на ваш вопрос. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Удачи. 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 Продолжение следует...